Да и отдать. И ну, ну, поживет Рублев еще сто лет, ну умрет, ну и что? Не наши же, вам же объясняют, не ваше это. Мне кажется, так вопрос ставить нельзя. На самом деле, очень мало институций в нашем государстве, которые контролируют, что ли, или имеют влияние на духовность нации. На самом деле, это библиотеки, музеи и церкви. И поэтому, наверное, ну, несмотря на то, что разговор приобретает какую-то такую горячую сторону, мы должны договариваться, мы должны сесть за стол переговоров и в каждом конкретном случае обсуждать. Что бы вы не отдали никогда? Раку Александра Невского мы не отдадим никогда. Почему? Вас вопросы приступом берут уже несколько лет, говорят, отдайте раку серебряную. Да, ну это очень хороший пример музейной жизни, жизни церковных ценностей. В 22-м году ее должны были вместе с Эконостасом Казанского собора переплавить на серебро для молодого российского государства. Тогдашний директор государственного Эрмитажа Тройницкий, директор Русского музея. И ранитель Эрмитажа Бенуа спасли, рака оказалась в государственном Эрмитаже. А Эконостас Казанского собора утрачен, потому что его переплавили. В 30-м году снова возникла идея переплавить раку. Тогда уже директор Эрмитажа Арбели также выступил на ее защиту. Мы вынуждены были отдать часть нашей нумизматической коллекции. За то, чтобы сохранить это произведение русских ювелиров. И если мы ее отдадим сейчас, мы не знаем, как дальше будут развиваться события. Мы все уверены в завтрашнем дне. Нам кажется, что демократия в России будет всегда. Но на самом деле я, как историк, знаю, что истории иногда создают всякие гримасы для нас. Я поняла. Я прошу прощения. Давайте узнаем мнение Николая Петровича. Николай Петрович, понимаете, здесь сказали разумно отдавать иконы. И, может быть, вокруг раки вы бы тоже приняли сторону Эрмитажа. Но что касается зданий, подождите, вот здесь, конечно, список требует очень серьезных ограничений. Давайте обсуждать как минимум только те здания, которые когда-то были в собственности церкви. Никогда не может идти речь о Петропавловском соборе, никогда не может идти речь о Исаакиевском соборе, о массе других исторических культурных объектов. Правильно? Как вы понимаете это? Ксения, вы, то есть, извините, не... Это мой крест. Да, давайте. Я тут в Москве в легком шоке от того, что я услышал от когда-то мне интересного человека Александра Невзорова. Он столько грязи вывалил на церковь, что у меня волосы встали дыбом. И я должен Саше ответить, что, Саш, если ты мне веришь по прежним годам, то вот я последние годы очень близок к жизни церкви. Если бы я увидел хоть что-то подобное вот тому, о чём ты говоришь, то я бы об этом говорил сейчас открыто. Но дело не в этом. Вот такая программа, которая сейчас у нас получается, она вбивает клин в уже начавшийся процесс позитивного диалога министерства культуры церкви нашей и музейных работников, которые понимают, что всё нужно делать очень умно, тонко и во взаимодействии, во славу нашего народа. Но смотрите, Николай Петрович, вот глядя за тем, как развиваются события, клинк, к сожалению, существует. Его наоборот надо как-то вытаскивать, он уже давно там существует. Ника, клинк был поначалу, когда эта проблема только первый раз озвучена была. Потом пошло взаимодействие. Подождите, Ника, я сейчас закончу мысль. Я общался на эту тему с теми, кому поручено в церкви осуществлять эту передачу ценностей. Так вот, это люди очень мудры, и они понимают, что сейчас церковь не готова принять полностью вот все эти уникальные ценности. Что нужно потихонечку всем вместе, музейным работникам, которым огромная благодарность за то, что они сделали за все эти годы, сохранив эти ценности. И министерству культуры, и церкви вместе осуществлять возврат того, что по праву принадлежит церкви. И народу. Но вот по праву, Николай Петрович, я все-таки настаиваю на том, что не все по праву принадлежит церкви. И принадлежало. С этим надо разбираться, Ника. Ну вот, кто будет разбирать? Да. Вы хотите, да. Только держите себя в руках, пожалуйста. Нет, я обещал себя сегодня вести хорошо. Пока не очень получается. А ведешь себя плохо. Хочу обратить внимание, что я мягок беспредельно сегодня. Я говорю о чем? О том, что хорошо знаю историю христианской церкви. Мы даже говорим в данном случае не сколько о православии, которое является одной из 15 провинциальных филиалов. Мы прекрасно знаем, до какой степени эта конфессия агрессивна. Сколько зла, сколько жестокости, сколько агрессии, религиозных войн, нетерпимости она способна проявить при благоприятной для нее ситуации. Оно проявляло, когда была инквизиция и католицизм. Понятно. Ну, когда в Россию убивали сотнями тысяч старообрядцев, когда Россию крестили мечом, пришли, выкинули все, чему верили люди, выкинули, растоптали славянские храмы и капища и в приказном порядке насадили огнем и кровью свою религию. Мы знаем про то, что христианство чрезвычайно агрессивная структура. И если мы этому христианству в России даем вдруг такой финансовый бонус, потому что понятно, что весь тот антиквариат и те земли, которые могут быть им переданы, дают им огромные возможности. Какие? Огромные. Сейчас объясню. Ведь когда они жгли Джордана Бруно, когда они убивали Нигеля Сервенда. Вот пока мы будем поминать Джордана Бруно, они будут поминать вам большевику в 17-го года. Это без... Правильно, но они-то говорят, что они совсем другие. Так, понятно. Земли здесь причем. Нет, землю объясняют причем. Саша, твой разговор, знаешь, к сожалению, Ника, да, вот дав им финансовые возможности, мы рискуем тем, что... Почему они никого не жгут? Да, потому что у них отобрали спички, петли, дыбы и другие способы христианского воздействия на публику. Но когда мы им дадим такие средства, они могут снова купить себе спички. Очень бы не хотелось. Так, отец Георгий, пожалуйста, вам слово. Вы знаете, разговор действительно какой-то идет как из хлева всего, да. Я хочу сказать о другом. Вот мы до эфира познакомились с Ольгой Борисовной, удивительно милый, прекрасный, умный человек. Я считаю, что надо... Со Светланой Борисовной. Со Светланой Борисовной, да. Что с каждым произведением искусств, с каждой иконой надо очень тонко подходить. Дело в том, что сама икона, она как часть общей симфонии божественной литургии. Так говорил отец Павел Флоренский. И как орган ее где-то держать. Можно из мистерки, а как-нибудь, а? Вот, где-то куда-то держать нельзя. Но каждую икону надо действительно очень тонко передавать. По мере возможности. Или не передавать. Подождите, давайте мы не будем каждую икону передавать, каждый дом передавать. Сейчас я просто заточусь на формулировок. Спор не решен, список не составлен. По поводу Клина, да, я объясню. Коротко, что по поводу. Да, коротко, по поводу Клина. Дело в том, что в России, помимо тех там, не знаю, скольки процентов боговерующих людей, есть огромное количество людей, мыслящих научно, атеистов, которым, в общем, все это не очень понятно. И для которых церковь не символизирует добро, правду и так далее, и так далее, а символизирует то, чем она на самом деле является. И вот о правах этих людей, этих миллионов людей, у которых вы отбираете или обсуждаете, как у них отобрать иконы, у их детей, которые хотят ходить в музеи, которые хотят спокойно прийти в... Может, прийти в храмы и посмотреть на эти иконы. Нет, ты знаешь, вот я тебе могу сказать, что масса людей не пойдет в храмы смотреть на иконы, потому что вот есть у христиан свои молитвенные дома, пусть они там занимаются тем, чем они занимаются, и уверяют себя, большинство научно и нормально мыслящих людей не поведут туда своих детей. Но я хотел спросить, подождите, отец Георгий, церковь Средний Господний, где вы являетесь настоятельным, это ведь новая церковь. Новая церковь, да. Она недавно построена. На чьи деньги она построена? Мы сами строили, мне никто не помогал. Никто не помогал. Хорошо, иконы у вас откуда? Иконы народ приносит. Народ сохранил, народ приносит. Покупаем, пишем новую. У нас удивительная живопись. За 130 лет в Петербурге такую живопись еще не писали. Вот, но я хочу сказать... То есть проблем с иконами сегодня нет. Скажите, пожалуйста, я только хочу уточнить, отец Георгий, для церкви, вот вам принципиально, чтобы это была икона 17 века? Или это могут быть списки? Списки – это вещь, которую культура знает. Это, может быть, икона вообще руки лучше мастера, но в списках. Почему такая икона вас не устраивает? Ник, а вы знаете, когда я приехал послать в Академию, я зашел в Исаакиевский собор. Он меня поразил. Я приехал с провинции, такого подобного не видел. Там удивительно был экскурсовод. Красота неописуемая. Я не видел такого. Но когда закончилось все, удивительная женщина нас рассказывала. Вы знаете, в душе что почувствовал? Он мертвый. Без богослужения он мертвый. Ну, она же будет освящена, она будет намолена через какое-то время. Вы о разных вещах говорите. Как будто бы не слышите друг друга. То есть два параллельных разговора. Нет, я просто... И церковь должна жить тем, к чему она предназначена, как и икона. Но говорю, что сейчас надо делать очень осторожно. Это сокровенное, это святое. Но надо дать для общего доступа. И я думаю, что государство должно и создать условия и средства, чтобы сохранять и в самой уровне на богослужении... Подождите, подождите, отец Георгий, подождите, подождите, давайте проверим все радио. Во-первых, государство уже потратило средства, и это сохраняется. Когда это будет... Давайте представим, что это завтра случилось. Вам отдали здание, вам отдали иконы, но вы же подразумеваете, насколько я понимаю. Если я ошибаюсь, мне скажите, что государство будет продолжать эти здания реставрировать, эти иконы содержать. Понимаете, государству денег нет. Давайте вспомним, что этот закон родился в недрах министерства финансов. Финансов. Эта проблема финансовая. Вы готовы вот все взять на собственный баланс, сами восстанавливать, реставрировать, содержать и так далее? Ника, это не значит, что мы вот сегодня берем или завтра. Я говорю, это надо время. Нет, нет, вы ответите на мой вопрос, пожалуйста. Подождите, вы готовы финансово отвечать за эту историю? Ну, веками же церкви, в церкви иконы-то были. Веками-то они сохранились. Готовы. И хурвали кровью, кровью. Залили все, но и содержание все разрушили. А теперь, конечно, как же быть, откуда взять, когда постепенно церковь начинает возрастаться? Нет, просто государство готово отдать, я так понимаю, церкви какие-то, ну, на баланс, давайте так, на баланс. Чтобы облегчить свое финансовое бремя, чтобы эти деньги потратить на больницы, детские сады, пенсии и так далее. Поэтому государству не очень интересно все это, наверное, содержать по-прежнему. Я правильно понимаю? Ну, я имею в виду специалистов. Нет, нет, подождите, давайте попробуем, Слава Борисовна. Слава Борисовна, я правильно понимаю? И только Седьмой Вселенский Собор, на который все время вот сейчас ссылаются в современной полемике, принял решение о почитании икон. Никто не гарантирован от того, чтобы какую-нибудь гримасу историю вытворила и сейчас. Поэтому все-таки, наверное, музеи должны выполнять свою государственную функцию сохранения культурного наследия нашей страны. Все остальное это в сфере взаимоотношений между церковью и государством.